Мы рады приветствовать в нашем эфире Михаила Притулу, военного эксперта, полковника запаса службы безопасности Украины. Здравствуйте, Михаил, рады вас видеть. Приветствую вас. Ну что, если начнут на самом деле возвращать домой в Россию тех, кто прячется от мобилизации в Российской Федерации, не только в Соединенных Штатах, а так в целом, возможно, таким образом военный ресурс усилится в России. Так, первый вопрос, если отталкиваться от нашего предыдущего сюжета. Ну, я считаю, что американцы тут никак это не связано с депортацией какого-то мелкого человека, маленького человека, с тем, что Путин отдал приказ сбить американский беспилотник, практически напасть на имущество Соединенных Штатов. И в этом случае, ну, американцы не будут отталкиваться на маленьком человеке, который каким-то там всей судьбой своей добрался до Соединенных Штатов. Конкретный ответ, я думаю, что это был именно ордер на арест. Совпало? Совпадение? Не думаю. Но. И я думаю, что это был ответ вполне конкретный на то, что фактически Путин дал команду напасть на Соединенные Штаты Америки. И без ответа это не осталось. И на следующий день полетел, или через день полетел новый беспилотник по тому же маршруту с большими возможностями. Поэтому, собственно говоря, изменилось только. Путин стал нерукопожатым в большинстве стран. Вот то, что произошло на самом деле. А среди мигрантов, которые Россия отправляет по многим странам, наверняка находится огромное количество российской агентуры, агентуры спецслужб. И кого-то из них вполне могли выявить и отправить назад. То есть это более логичное объяснение этой ситуации. Поэтому все прекрасно понимают, что российские спецслужбы будут засылать по этому каналу миграции своих агентов, для того, чтобы собирать информацию. И так как все понимают, то очевидно, что будут вылавливать этих зайцев, скажем так, и отправлять их туда, куда они должны быть. Где они должны быть. То есть в ЧВК, в Армир, в Россию. Дальше на Донбасс. Да, с вами, конечно, тяжело в этом плане поспорить, что этот вопрос имеет такой тенденционный характер. Давайте поговорим об информации, которую нам Главное управление разведки предоставляет. Андрей Юсов в эфире недавно сообщил телемарафон украинского о том, что вот эта тактика российская с близкригом ракетным провалилась, но не означает, что она закончилась. И вот просто сейчас будет намного меньше условно-баллистических ракет лететь на территорию Украины, но шахедов и различных БПЛА будет лететь в огромное количество. И в принципе, тут тяжело поспорить, вот недавно почти пять часов было в Киеве тревога. К счастью, все так называемые шахеды были сбиты над Киевом, но кое-куда прилетало. Что вы об этом думаете? Насколько эта тактика может быть успешной, изнурительной для нашей системы ПВО, вот с военной точки зрения? Ну, конечно, это неприятно. Конечно же, это изнурительное. Наше ПВО готово, мы видим, что оно сбивает большую часть всех этих шахедов. Вот. В конце концов, они кончатся, потому что нет необходимых ресурсов и у Ирана, и у России для этих шахедов. Это раз. Во-вторых, время идет, и оно работает исключительно на Украине, потому что Украина налаживает выпуск своих уже беспилотников. Я видел, что они где-то образуются в России, долетают. И вот прямо сейчас говорят, что есть какие-то проблемы с какими-то беспилотниками Джанкоя. Поэтому россияне могут готовиться. Часть шахедов полетит к ним обратно. Вот. Или их аналоги, сделанные в Украине. — Михаил, немножко поменяем вектор нашего разговора. Смотрите, важнейшая новость, ну, по крайней мере, очень цитируемая сегодня, скажем так. Вот важнейшая она или нет, давайте разберемся. Итак, сегодня стало известно, что Пригожин обратился к своему давнему другу, министру обороны Сергею Шойгу, и там целое письмо было опубликовано. Оно сейчас в том числе и в сети есть. С просьбой о помощи. Ситуация в Бахмуте. Вот я сейчас процитирую то, что было в этом письме. По имеющейся информации. В конце марта, начале апреля противник, то есть вооруженные силы Украины, планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделение ЧВК «Вагнер» от основных сил Российской Федерации. Прошу вас принять все необходимые меры для предотвращения того самого отсечения. Скажите, пожалуйста, эта мольба о помощи, она на самом деле имеет некий военный характер или это продолжение какой-то внутриусобной борьбы в Российской Федерации? Какие отношения у Пригожина с Шойгу все мы знаем. Что это было? Это просто. Это пинг-пон. Это просто перекинуло ответственность на Шойгу. Вот там вот будет наступление Шойгу. Ну-ка, поднялся, быстренько решил вопрос. Вот что сделал Пригожин. Для того, чтобы не брать ответственность на себя, это очевидно, что кому-то надо будет брать ответственность на себя. И кто-то за это получит из них, потому что они свой ресурс использовали. Причем бездарно использовали. Убили тысячи людей, россиян. И вот теперь Пригожин просто констатирует этот факт и понимает, что дальше будет наступление вооруженных сил Украины, чтобы самому не нести ответственность политическую, прежде всего, ну и другую, которую на него может возгрузить Путин, скажем так. Но он перебрасывает эту ответственность на Шойгу. То есть это обычный бюрократический такой вот пинг-понг. То есть с больной головы на здоровую. Со здоровой на больную. Обычная ситуация, ничего особого нет. Все очевидно абсолютно. То есть идет борьба за власть, за власть в России. И там паны дерутся, у холопа в чубы трещат. В данном случае не только в чубы, но и в заднице. Причем вполне конкретно. И это и у мобиков, которые находятся под Шойгу, и у ЧВК Вагнер, которые находятся под Пригожином. Они гибнут за эту драку внутри Кремля. Но в это время в Кремль приезжает сильнейший господин с южной страны. Ну вот то, что происходит. Они все вместе дружно ослабляют Россию. И Россия падает. Ну да, учитывая, конечно, что Си Цзиньпинь сегодня сказал, что он поддерживает Путина на выборах. Это я так дословно, точнее не дословно, а идейно говорю. Еще шесть лет он хотел бы видеть Путина у руля Российской Федерации. Конечно, тут есть свои вопросы. Но я хочу... Это прекрасно. Си Цзиньпин ждет, пока Путин убьет Россию. Все прекрасно. Михаил, но есть проблема, что Путин убивает Россию с помощью убийства украинцев. Понимаете, это тоже вопрос. Если он так будет шесть лет убивать Россию, то это не самый, наверное, лучший для нас вариант. Потому что россияне сами хотят воевать, они сами хотят умирать. Для них это нормальное явление. Они родились для того, чтобы умереть. Мы не хотим этого. Вот в чем проблема. Мы не хотим, но это же не важно, кто там будет власти. Путин или кто-то другой. Путин, на мой взгляд, очень эффективно разваливает Российскую Федерацию. Абсолютно эффективно. С точки зрения Китая вы имеете в виду, правильно? Для интересов Китая. Для интересов Китая он просто лучший. Вот подумайте сами, вот каждый, вот наш зритель, любой. Вот представьте себе, что вы царь всея Руси, России. Вот 20 лет у власти. У вас есть три эшелона денег с долларовыми культурами. Еще раз, три эшелона, полный вагон. Абсолютные ресурсы, абсолютная власть. Что бы вы там сделали? Ну, вы там сделали бы примерно Саудовскую Аравию. Вы бы построили в России рай на земле еще. Вот как назвать того человека, который этого не сделал, имея три эшелона денег, выведя их в страны НАТО, Европейского Союза, своим противником, как он называет. И он не развил Россию. А потом он завидует Китаю, как он сегодня сказал, о том, что Китай развивается, Путин не. Ну, как этого человека назвать? Владимир Путин. Ну, да, правильно. Есть у него имя и фамилия. Бинго. То есть, поэтому, собственно говоря, раз Си Цзиньпина и Китай все устраивает, именно поэтому сегодня было сказано о том, что, Владимир Владимирович, еще шесть лет правьте со следующего года, пожалуйста, даю добро. Вот как-то так. Да, да, да. Приехал господин к своему подчиненному, он принял, как бы, прошелся по Красной площади, где есть указатели на китайском языке, давно, уже много лет, лет 10, как минимум. И все, все ему нравится, все хорошо. Путин разваливает Россию лучше всех. Демилитаризовал Дальний Восток. 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота убил под Углядар. Кто? Путин. Почему там была эта бригада? Потому что она удерживала Дальний Восток в том месте, где была война в 69-м году за полуостров Даманский. Вот, где нападал Китай. Кто убрал оттуда бригаду? Путин. Кто вывел танки из Дальнего Востока? Путин. Кто вывел личный состав из Дальнего Востока? Путин. Красавец, конечно, пусть правит. Для Китая это супер. Михаил, хочу вас все-таки как военного эксперта спросить вот о чем. Мы говорили до этого с публицистами, с политологами. О возможной теоретической поддержке военной Китаем Российской Федерации. После того, как Си показал действительно своего помазанника на ближайшие 6 лет. Готов ли Китай военным образом поддержать Россию? Не напрямую. У него есть через кого? Допустим, через тот же Иран. Или еще через какие-то схемы или страны прокладки. А вот это вряд ли. Вот это вряд ли. Потому что объективно Си Цзиньпин заинтересован совершенно не в том, чтобы Россия победила в этой войне, а в том, чтобы побеждала Украина. И пока Путин будет 6 лет у власти, 6 лет будет разрушаться Россия. Причем разрушаться инфраструктурно, экономически, политически. Будет терять территории. И часть этих территорий будет уходить Китаю. Кроме того, мы же понимаем все, мы взрослые люди, что если 200 тысяч мужиков погибло российских в Украине, а еще 300 тысяч лишилось яиц, скажем так, то 500 тысяч китайцев уже могут приезжать в Россию и ассимилироваться. Россию, Китаю. И это реально происходит. Ну, вот по факту так. Как вы не будете называть это политически? Михаил, простите, можно уточню? Потому что немножко, кажется, смешали мухи, котлеты. Давайте вот, смотрите, вы говорите про то, что Китаю выгодно, чтобы россияне умирали, потому что китайцы будут заезжать на территорию России. Вот каким образом вот эти два процесса с освобождением украинских территорий совмещены? Вот, допустим, мы сейчас ждем контрнаступления, правильно? У нас есть конкретная цель выйти на границу Украины 1991 года. Все, что дальше, нас не интересует. То есть вы хотите сказать, что когда мы освободим свои территории, Китай с востока заедет в этот момент? Или какие-то другие процессы вы о них говорите? Когда мы освободим свои территории, власть Путина посыпется, как карточный дом. Просто посыпется, как карточный дом. Начнется борьба за власть, которая будет продолжаться многие годы. Поэтому Си Цзиньпин очень дальновидно говорит о шести годах. Потому что если Путина не будет у власти, то там будет в бардаке гражданская война, и будет непонятно, что происходит. И Путин будет терять свою власть, и он будет терять ее очень сильно. И там не будет понятно, кто за кого. И мы сейчас видим эту борьбу за власть, которая происходит в Кремле. Дальше эти процессы будут усиливаться. И вот тут вот есть как бы два варианта развития событий. Или в результате контрнаступления Украины, выхода на границы, начнет сыпаться российская власть. Или мы дождемся, когда начнет сыпаться российская власть, и выйдем в это время на границу, сводим свои территории. Или-или. Поэтому мы заинтересованы, в принципе, как один из вариантов развития событий, чтобы российская власть посыпалась. Чем быстрее посыпется, тем лучше. Понятно, Михаил, спасибо большое. Интересный разговор. Михаил Притула, военный эксперт, полковник запаса службы безопасности Украины, был в эфире телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова